Дом готов, а въехать в него нельзя. В такой ситуации сейчас так называемые долевики нескольких позиций. В проблеме разбирались представители постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города. Среди системных администраторов существует шутка. Надпись «Загружено» на 99% радует только первые два часа. У жителей, которые вложили деньги в долевое строительство позиции номер 83 по улице Калинина, история похожая. Только им не до смеха. Их дом почти готов уже несколько лет. Уже два года продолжается история со сдачей. Дом построен на 95%, но эти 5% оставшиеся никак не могут быть сданы. Я дочери подарила на свадьбу квартиру. Вот уже она второго ребенка, скоро родит на днях. Мы до сих пор не можем получить ключи. Загвоздка в маленьком участке земли рядом с домом, на котором генподрядчик построил трансформаторную подстанцию. Застройщик город и Росреестр никак не могут договориться, законно ли землю предоставили в аренду. Пока подстанция не узаконена, в дом не могут подать электричество, а жильцы – получить ключи. Первоначально предоставленный земельный участок был предоставлен договором на 5 лет. Росреестр отказался регистрировать по непонятным для нас обстоятельствам. Обжаловалось в антимонопольную службу, решение антимонопольной службы, правомерно предоставленный участок. Суды могут тянуться еще годами, а проблему надо как-то решать, отметили представители комиссии горсобрания по градостроительству. Мы на свою комиссию депутатскую пригласим сотрудников прокуратуры, представителей дольщиков, застройщика, чтобы вопрос как-то постараться решить мирным путем. На следующем объекте, позиции номер 18 по проспекту трактора строителей, застройщик вообще не явился на встречу с депутатами. Впрочем, узнать, кто это, нетрудно. Строители расписались на некогда красивом торце. За то время, пока, опять же, почти готовый дом стоял без жильцов, незабудки успели завянуть. Также здесь проблема с подключением к коммуникациям и не полностью готов фасад. Петр Первый всегда говорил, строить добротно, строить красиво, строить на века, значит, строить сильную, могучую, великую Россию. Поэтому строим, если строим, значит, развиваемся. Но здесь вот строим, никогда строить не можем. Сегодня мы видим, что даже нет строителей. На незданных объектах в микрорайоне Садовой строителей тоже нет. Зато есть жильцы. Кому-то приходится жить без лифта, кому-то без витражей на балконах. Задержки первоочередные зависят и от материалов тоже, и цены скачут, сами понимаете. У нас и курс доллара. Цемент дорожает, металл дорожает. Покупали за 30, допустим, за 32. А на сегодняшний день он подскочил порядка под 50, наверное, уже за тонну. Со всеми застройщиками депутаты теперь будут общаться на заседаниях комиссии, куда заодно пригласят представителей надзорных органов. Хотим для жителей этого микрорайона создать условия, чтобы они как можно быстрее заселились в эти дома и получили свое жилье. И хотим поговорить с компанией-застройщиком, чтобы они как-то это поторопили с документами и, конечно же, дальше создали условия для жителей этого микрорайона. Возможно, тогда для долевиков в плане ожидания своих квартир эта осень станет последней. Готовы ли городские котельные начать с подачи тепла, как только того потребует погода? Это проверили депутаты Чебоксарского городского собрания. Первая точка рейда – котельная номер 22С, что означает «центральная». Именно она снабжает теплом и горячей водой здание Дома правительства, городской администрации, филармонии и ряд жилых домов. Котельные готовы к отопительному сезону, ждем первых морозов и решений администрации города. Обычно тепло начинают давать в начале октября, плюс-минус 5 дней. Особенность отопительного сезона этого года в том, что в конце лета в городе сменилась основная теплоснабжающая организация. Вместо почти обанкротившихся коммунальных технологий, и подачу тепла теперь должна обеспечить специально созданная муниципальная компания. Решением суда приостановлена деятельность коммунальных технологий, и все оборудование, все, что связано с теплоснабжением, все передано в новой организации теплосети. Поэтому у нас вызывает сомнения, каким образом, в каком состоянии эксплуатировались объекты теплообеспечения и энергообеспечения. Поэтому мы сейчас объезжаем все котельные. Было передано 55 котельных, всего было передано 106 объектов теплоснабжения, 305 километров тепловых сетей. Объекты готовы к отопительному сезону на 100%. Судя по техническому состоянию, данной котельной в холодных залах заседать депутатскому корпусу не придется. К подаче тепла все готово. Следующий адрес – котельная по улице Льбекова, 1957 года постройки, которая снабжает теплом ряд домов в центре города. В этом году здесь отремонтировали один из котлов. Летом жителям пришлось две недели мыться в тазиках, зато зима должна пройти без неприятных сюрпризов. Итак, к холодам город готов. Однако депутаты, судя по всему, в котельных побывают еще не раз. Выезжать на объекты коммунальной инфраструктуры им приходится после жалоб избирателей. Спрашивают, почему у вас вода в домах не горячая, тепленькая только. Мы платим деньги, а вода течет теплая. В некоторых домах такие случаи бывают, поэтому мы стараемся с управляющими компаниями и с организациями, которые занимаются теплом, именно эти вопросы решать. Жалобы также принимают по телефону горячей линии проекта «Народный контроль». Номер вы сейчас видите на экране.